Вот так это все открывается красиво, и здесь у нас как будто бы дорогие кубинские сигары. Итак, всем привет! Сегодня обзор на очередные жидкости, в этот раз из Беларуси. От компании Relayx с одноименным названием жидкости. Сейчас у меня катастрофически не хватает времени на видеосъемки, поэтому обзоры выходят не так часто. Но я все-таки пытаюсь как-то находить время и снимать эти ролики. Это достаточно поздний обзор, пришли они мне уже давно. То есть посылка была отправлена обычной почтой. Дошла в принципе не так уж долго, буквально 2 или 3 недели. В ассортименте этой компании 20 вкусов, но мне прислали 6 штук. Сейчас посмотрим в каком виде они пришли, расскажу про каждый вкус и потом продолжим. Итак, пришли мне эти жидкости в такой пластиковой презентабельной коробке. Здесь такой гипнотирующий узор и написано Relayx. Коробка выполнена из такого толстого пластика. На этой стороне у нас написано Just Wave. Здесь у нас Relayx. Собирается она как конструктор из таких частей. Ну вот здесь видно крепление. В дороге коробка немного пострадала, вот здесь отбился уголок, потому что было просто в обычном пакете, без пупырок по-моему. Поэтому немного ее не довезли. И на задней стороне написано сайт производителя Relayx.by. Вот пока крутил, отпал замочек. Вот немного непродуманная эта вещь. Вот здесь такая задвижка. Она держит верхнюю крышку. Тут конечно можно было продумать какие-то защелки, потому что эта фишка просто выпадает постоянно. Но это мелочи. Вот так это все открывается красиво. И здесь у нас как будто бы дорогие кубинские сигары. Правда не деревянная коробка, а пластиковая. Но все равно презентация на 5 с плюсом. Прислали мне 6 вкусов. Каждый флакон лежит в отдельной ячеечке. Понятное дело, это не вся линейка. Также мне прислали буклет. Там гораздо больше вкусов. Все достаточно интересные. Ну по крайней мере по названию. Флаконы формата Fla Master, скажем так. Они также были упакованы в термоусадочную пленку. Крышки защиты от детей. Без контроля первого скрытия. На флаконе написано название вот здесь. Также есть обозначение, на чем использовать эту жидкость. Характеристики жидкости. Крепость, емкость и содержание пробелингликоли и глицерина. В моем случае это 30 на 70. Конкретно этот вкус нулевочка. Также присутствует штрих-код. Написан состав. Меры предосторожности, срок годности. Координаты производителя и сайт. Итак, первый вкус это лимонад. Здесь лимонно-дынный коктейль с мятными нотами. Мяту я не очень люблю, как я уже неоднократно говорил. Поэтому похвалить этот вкус я не могу. Следующий вкус это блуджем. Это тоже у меня нулевочка. Это кистосладкий ягодный морс. Вот эта жидкость в принципе неплохая. Вкус приятный. Запах у этой жидкости примерно как в тетрапаках продают морс. Следующий вкус это пичмилк. Это у меня двоечка уже идет. Это молочно-персиковый микс с нотами пломбира. Неплохой вкус у этой жидкости. Парить можно. Дальше у нас идет чокопай. Здесь уже крепость четверка. На дрипке и сабомном баке конечно тяжеловато уже для меня. Поэтому я его тестировал на кайфуне. В описании написано, что это нежный бисквит с шоколадно-ореховой глазурью. С кремовой прослойкой. Написано красиво. Но я бы не сказал, что вкус соответствует описанию. Я не могу сказать, что он плохой. В принципе парибельный. Но какого-то взрыва рецепторов не происходит. Также это жидкость темного цвета. Вот так вот заметно я думаю. Поэтому будьте готовы, что ваша вата и спираль будут очень быстро засоряться. И последний вкус это коврижка. Тоже 4 мг на миллилитр. В описании написано, что это яблочная коврижка с ароматной корицей и лесным орехом. Сдобренная ванильным сахаром. Я люблю в принципе всякие десерты. Здесь чувствуется такая настоящая корица. Вот не химозная. То есть реально вот эта жидкость мне понравилась. Вот такой наборчик у меня получился. Теперь немного поговорим в общем. Выпарил я практически все жидкости, которые были у меня на обзоре. Выделить из них могу пару вкусов. Это блуджем и коврижка. Это два микса, которые мне больше всего понравились. Но опять же это лично мне. То есть у вас может быть совсем другие вкусы и понравятся другие жидкости. Тем более ассортимент гораздо больше. Хотелось бы конечно попробовать и остальные миксы. Но имеем то, что имеем. Даже по этим вкусам, которые у меня в руках. Можно сказать, что компания подходит ответственно к своей работе. Вкладывает немало усилий, чтобы сделать привлекательный продукт на рынке. Очень сложно передавать вкусовые ощущения через камеру. Скорее всего это глупая затея. Поэтому никогда никого не слушайте в подборе жидкости под себя. Нужно пробовать лично. Ассортимент компании поделен на две части. Есть линейка под RDA. Это то, что мне прислали. Есть линейка под EGO. RDA линейка в 30 мл флаконах. А EGO линия в 15 мл. Там уже есть не только фруктовые миксы, но и табачные. Ознакомиться с полным ассортиментом компаний можно будет на сайте. Ссылку я оставлю в описании. Делать обзор на жидкости это всегда непросто. Главное не переступить эту тонкую грань, чтобы обзор не перерос в рекламу. Я не хочу, чтобы мои ролики воспринимали как рекламные. То есть моя задача просто вам донести информацию, что есть такой бренд, есть такие вкусы. И вы уже решаете покупать их или не покупать. В целом жидкостями от компании RELAX я остался доволен. То есть по качеству вопросов нет. Миксы насыщенные, по аромам не экономили. Жидкости не тыхашат. То есть все в пределах своей крепости. Если нулевка, то это нулевка. Двойка чуть-чуть крепче. Четверка еще крепче. В принципе добавить у меня больше нечего. Кому понравилось видео ставьте лайки. Кому нет дизлайки. Подписывайтесь на мой канал. Вступайте в группу вконтакте. До встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok